Чемпионат Кыргызстана по национальным конно-спортивным играм сегодня стартовал на ипподроме Тюлейкен города Ош. Турнир проходит в честь 90-летия великого писателя Чингиза Айтматова. В спортивном состязании принимают участие игроки из семи областей и городов Ош и Бишкек. Всего 9 команд. От других ранее проходивших игр отличие этих в том, что у Лахчи играет за ту команду, которая выступает от его родной области. По результатам финальных игр будут отобраны игроки для сборной Кыргызстана по Кокбуру. И эта команда будет играть на международных чемпионатах. По итогам этих соревнований состав победившей команды получит звание мастера спорта Кыргызской республики по Кокбуру и другим видам конно-спортивных игр. Для этого чемпионата провели ремонт на ипподроме, установили стандартные тайказаны, такие, какие были во время Третьих мировых игр кочевников. Во время мероприятия будут организованы конно-спортивные состязания по названиям Джанабарым Гульсары в честь произведения Чингиза Айтматова. По такому виду спорта, как Эрениш, чемпионат республики по Эренишу пройдет в весовых категориях до 60 килограммов, до 70, 80, 90 и свыше 90 килограммов. В составе команд пять спортсменов, один тренер и один судья. В одной весовой категории могут принять участие по одному спортсмену из областей и двух столиц. По итогам состязаний победители будут удостоены звания мастера спорта Кыргызской республики по Эренишу. Сегодня соревновались команды из Чуйской области и Бишкека. Ребята показали очень хорошую подготовку и порадовали интересной и захватывающей игрой. Далее таласская команда сыграла с Баткенской и Ошская против Джалабада. Таким образом, до конца чемпионата каждый день будет проходить по три игры. В день финала также пройдут скачки. Лучшие из лучших станут мастерами спорта. Всех приглашаем прийти и получить истинное удовольствие от этих игр. Сегодня же состязали сборная из Бишкека и команда Сарызен из Чуйской области. Последняя обыграла Бишкекчан со счетом 10-3. А вот Джалабадцы проиграли Ашанам со счетом 4-1. Третья игра была не менее интересной. Таласские Улакши виртуозно обыграли Баткенскую сборную. Мы приехали с хорошей подготовкой, намерены одержать победу. Конечно, это будет нелегко. Мы видим, что все команды сильные, игроки хорошо подготовлены. Главное – это участие, но все же мы надеемся и настроены на выигрыш. Лошади тоже себя отлично чувствуют. Они тоже прошли хорошую подготовку. У ребят настроение отличное и погода хорошая. Мы надеемся, что подарим отличную игру зрителям. В завтрашней игре будут принимать участие 6 команд из городов Пишкек и Ош, а также сборные из Цикульской, Нарынской и Баткенской областей. А вот финальная игра состоится 3 ноября. Главный приз Федерации Кокбару – полмиллиона сомов за первенство. Плюс поошлительные призы четырем командам. Помимо этого будут подарки от спонсоров. Таким образом, никого из участников без вознаграждения организаторы не оставят. Победители получат медали, призы и дипломы. По результатам этого чемпионата лучшие игроки сформируют национальную сборную. Гульчан Алкмышбаева, Бекчан Токнасунов, НТС, Ош.